Любознательным всезнайкам привет! Сегодня узнаем о пользе яиц, камере, распознающей лица террористов и биогенных аминах. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Специалисты из Университета Восточной Финляндии после длительных экспериментов заметили, что частое употребление яиц способно снизить риск развития у мужчин сахарного диабета на 37%. Уникальность данного продукта питания состоит в том, что яйца на 98% усваиваются организмом человека, при этом содержащийся в них холестерин оказался не таким опасным, как, предполагали ученые ранее. По мнению специалистов, это может быть полезный холестерин, оказывающий благотворное влияние на сердце. Специалисты напомнили, что опасными являются молочные продукты, мясо и многое другое, что увеличивает риск заболевания сахарным диабетом. А в России инновационную камеру, с помощью которой можно подсчитывать количество человек в толпе, вычислять их пол и возраст, искать террористов, разработали специалисты Томского политехнического университета. Удалось создать оригинальный метод, который способен работать с потоком видеоданных сверхвысокого разрешения в формате 4К Ultra HD с приемлемым качеством и намного быстрее существующих в мире аналогов. Это позволит проводить автоматический мониторинг окружающей обстановки и оперативно распознавать возникновение нештатных ситуаций, так как не потребует вмешательства оператора и будет иметь более высокую детализацию. И напоследок в Татарстане. Студентка 5-го курса Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета Юлия Лексина занимается разработкой экспрессных, высокочувствительных и селективных способов вольтамперометрического и амперометрического определения биогенных аминов с помощью химически модифицированных электродов. Биогенные аминовещества обычно образующиеся в организме животных или человека из некоторых аминокислот и к этим веществам относятся адреналин, гистамин, серотонин и другие. Разработанные способы определения биогенных аминов могут быть использованы в контроле качества лекарственных препаратов, диагностике широкого круга заболеваний, а также допинг-контроле. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok